Польская народная сказка Черепахович проворчал что-то с просонья, Приоткрыл заспанные глаза и недовольно спросил «Чего тебе?» «Сбегай, говорю, куме зайчихи за дрожжами!» «Сроду никуда я не бегал, вот сходить могу!» Провормотал Черепахович. Сел, подумал, почесал поясницу И, кряхтя, осторожно полез с печи. «Ты бы поживей, горе мое черепашье!» Торопила тетушка Черепаха. «К чему такая спешка?» «Недаром говорят, поспешишь, людей насмешишь!» Пока он слезал, пока сунул ноги в валенки, Пока надел зипун, да напятил на голову шапку, Недели как не бывало. «И чего ты топчешься? Шел бы скорее, время-то не ждет!» «Да вот кушак засунул куда-то, не найду никак!» «Так и знала!» Воскликнула тетушка Черепаха И вместе с Черепаховичем принялась искать пропажу. А черепашья суета известна. Пока искали, еще неделя миновала. Черепахович поднял воротник, Занес ногу через порог, За ней другую. Дело на лад пошло. «Смотри, не мешкой! Гостей ведь на пироги позвала!» «Знаю, знаю!» «А посудину ты захватил?» «Эх, совсем из ума вышло! Подай-ка сюда, неохота возвращаться!» «Вот был бы тут заяц, он бы живо обернулся! А ты все топчешься на месте, Как медведь у пасеки!» Сказала тетушка Черепаха, Протягивая посудину для дрожжей. «Подумаешь, невидаль какая заяц! Прык-шмык! Вот и вся доблесть! А я, как-никак, хозяин с достатком! Куда ни приду, всюду своя крыша над головой! Это понимать надо!» Приладив поудобнее посудину за пазухой, Черепахович надвинул шапку на самые глаза И отправился к зайчихе. Ушел. А тетушка Черепаха радуется. Поедят гости вдоволь пирожков вкусных, Поджаристых, с капустой, С лучком, да с грибами! И занялась приготовлением начинки. Совсем стемнело. Пора бы уже воротиться к Черепаховичу, А его нет, как нет. Так и не пришлось званым гостям Отведать черепашьих пирогов. Вот и день прошел, другой настал, Нет ни дрожжей, ни Черепаховича. Год прошел, другой и третий, Сгинул Черепахович, как топор в проруби. И куда-то он запропал, Хоть бы далеко послала, А то рукой подать, Раздумывала тетушка Черепаха. Прошло еще четыре года. Дай-ка, думает тетушка Черепаха, Сбегаю за околицу, посмотрю. Накинула платок, К двери двинулась. Глядь, Черепахович по улице идет, Спешит, торопится, Дрожжи в посудине глиняной несет, Крепко к груди прижимает, Не уронить бы. Ну, наконец-то! Обрадовалась тетушка Черепаха. Не прошло и часу, Завернул Черепахович свой двор, Подошел к двери, У порога остановился передохнуть. Отдышавшись, Стал перелезать через порог, Одну ногу перетащил благополучно, Дорваным валенком зацепился И растянулся во весь рост. Голова в избе, А ноги за дверью, Посудина в дребезги разбилась, Дрожжи по избе потекли. Эх ты, скороход, Семь лет нес, До избы не донес, Зря только время потерял. Да, Заворчал Черепахович, Говорил я тебе, Не торопи, Хуже будет. Так оно и вышло, Не зря говорится, Поспешишь, Людей насмешишь.